Приветствую вас, Ирина. Давайте разберем ваш вопрос. Отец проявил жестокость по отношению ко мне, маме при детях. Также, как мне кажется, в детском саду показывали фильм, разрушающий психку сына, 3 года. Сейчас ходит в детский государственный сад. Младший сын говорит мне, мама, я тебя ударил, папе ведь можно. Как приживает это событие, дочь, не знаю, подскажите, что делать. Ну, в первую очередь, то, о чем вы говорите, это же деструктивные отношения, вот, то, о чем вы говорите. И, соответственно, речь идет о том, что вы находитесь в деструктивных отношениях. И первая, основная задача, это увидеть, что конкретно я, то есть, что конкретно вы, делаете для того, чтобы в этих конструктивных отношениях находиться. Вот. Наобходимо убедиться в том, что вы никак не провоцируете, например, своего мужа на агрессию. Вот. Я ни в коем случае его не оправдываю, но часто бывает так, что вот провокация присутствует. И это значительно, ну, как бы, это значительно усложняет дело, это всегда значительно, ну, отягощает ситуацию, потому что, да, легче всего сказать, что у мужчины там виноваты и прочее. Но, повторюсь, бывает вместо провокации. И, соответственно, нужно сначала убедиться в том, что провокации нет. Вот. Второе, это увидеть, есть ли возможность сохранить семью, увидеть ли ваш, например, муж проблему в том, что происходит. Вот. Считает ли он? Ну, вот, считает ли он то, что происходит проблемой, да? Вот. Является ли для него это проблемой или нет? Дальше. Какие у вас чувства, соответственно, к мужу? То есть, есть ли, опять же, между вами, между вами что-то общее, да? Ну, вот, есть ли у вас, ну, что-то, что можно назвать общими ценностями, например, или нет? Потому что, если есть, это, как бы, задел на, как бы, сохранение отношений, если есть. Если нет, имеет смысл расстаться. Вот. Чтобы это понять, необходимый анализ ваших отношений. Понимаете? А дальше вы говорите про фильм, который разрушает, по вашему мнению, психику вашего сына. И прощу меня, ну, вот, в данном случае понять, правильно, я вам, я вам не то, чтобы не верю. Да? Я вам не то, чтобы не верю. Просто, вот, условно говоря, как бы, в купе с тем, что вы описываете, вот, что вот муж, ну, вас, вот, значит, проявляет к вам жестокость и так далее. В купе с тем, что вы описываете, в купе с тем, что вы пишете, как бы вы не видели, условно говоря, агрессию, ну, вот, как-то везде, да? То есть, как бы вот эта агрессия не являлась вашей подавленной агрессией, вашей подавленной, ну, вот, ну, вашими подавленными, эм, какой-то, подавленными чувствами. Вот. Ну, это очень важный момент, потому что, если вы свои чувства подавляете, если вы как-то вот себе не разрешаете, например, там, в рамках, ну, вот, в рамках, скажем, своей, эм, ну, позиции, да, на постоянной основе чувства выражать, вот, то это, конечно, так или иначе будет влиять на ваше восприятие. И, конечно, вы вполне спокойно будете видеть, эм, какой-то деструктив там, где, в принципе, его мощи не быть. Так же, эм, формулируйте для себя, эм, запрос к нам, к психологам, чего, чего вы хотите, то есть, какой, эм, какой, эм, помощи вы хотите, вы хотите, эм, от нас, по помощи, почему вы хотели бы, от нас, это очень важно, потому что, эм, на данный момент, э, вы спрашиваете, что делать, да, и, соответственно, э, ну, здесь, э, на мой взгляд, э, как-то вот, э, ну, вот, э, предполагается, что, э, мы вам, э, ну, мы вам, э, подскажем, э, ну, ну, мы, вообще-то говоря, не подсказываем, да, то есть, как бы, э, мы не занимаемся тем, что, э, ну, вот, подсказываем, как, э, решать, вот, э, проблемы, мы помогаем больше, э, разобраться, э, человеку в себе. Вот, поэтому, если вы, э, хотите, э, разобраться в себе, мы вам сразу запоминем вопрос в том, в том, да, вот, что вы хотите в себе разобраться, вот, в чем именно. Вот. А, на этом всё. Э, я надеюсь, что мой ответ, э, был вам, э, полезен. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь, по-моему. Ответ этот позволит вам начать, э, работу над собой. Э, э, мне стоит затягивать вам, э, с обращением, к э, э, психологу, вот. Э, э, не стоит, потому что, э, э, ну, вот, то, что вы описываете, э, может быть, э, э, очень серьезно. И, э, в общем и целом, я бы, э, вот, э, я бы сказал, в общем и целом. Э, э, что, у того, что вы описываете, есть, э, ну, вот, ну, всегда, э, есть, э, такая, ну, как бы, э, предыстория, вот. Её важно знать для того, чтобы оказать вам помощь квалифицированную и, э, адекватную. Вот. Э, желаю вам всего самого доброго. Обратная связь по моему ответу нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии.